Приветствую всех на канале Есть-Поесть! Сегодня готовлю быстрый и простой салатик. Он сочетает в себе вкус и пользу. Его можно подать как закуску, а также как отдельное основное блюдо. Несмотря на то, что он легкий, он достаточно сытный. Ну а кроме всего прочего, я думаю, этот салат будет кстати и к праздничному столу. А список ингредиентов открывайте под описанием видео. Итак, очищенную вареную или запеченную свеклу натираю на терке для моркови по-корейски. Можно воспользоваться обычной крупной теркой, а можно просто мелко порезать. У меня получается вот такая тонкая соломка. Копченую колбасу или любое копченое мясо также по возможности нарезаю соломкой. Так как затем я просто буду смешивать салатик, складываю все продукты в одну миску. Вареные яйца можно нарезать произвольными кусочками. У меня это кубики, не очень мелкие. Маринованную морскую капусту я беру без уксуса, заранее откинула на сито. Выкладываю на доску и порежу, чтобы в салате она не тянулась с длинными нитями. Но если вас это не смущает, можно и не резать. С консервированного горошка я также сливаю лишнюю воду и отправляю его в салат. Добавляю самодельный майонез без яиц. Сюда я уже положила чеснок, черный перец и соль с расчетом на весь салат. Посмотреть, как сделать этот майонез, вы можете, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана. Размешиваю. Вот и все, салатик готов. В принципе, ему даже не нужно настаиваться. Можно сразу подавать. Он получается таким вкусным, свежим и достаточно сочным. Кстати, добавление морской капусты не очень-то и чувствуется. Кажется, что в салате присутствуют маринованные огурчики. Поэтому, если вы категорически не любите такую капусту, замените ее теми самыми огурцами. Еще в этот салат можно добавить зелень и репчатый лук, как в натуральном виде, так и в маринованном. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. А также обязательно напишите в комментариях, присутствует ли морская капуста в вашем рационе. Смотрите на моем канале еще рецепты с добавлением этого полезного продукта. Все ссылки вы найдете под видео и в конце видео. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok